Мы совершенно не понимаем себя. Это ужас, потому что мы привыкли жить с собственными представлениями о самих себе. А на самом деле мы значительно больше, чем это представление о самих себе. И наша задача, она понять, что вот это наше эго, это наши потребности, это вот это всё, это не так, чтобы мы прямо. Это всё, что производится нашим мозгом в большом количестве, потому что он как фабрика по производству вот этих всех деревянных игрушек, понимаете? И нашего эго, и наших симптомов, и наших потребностей, и этих конфликтов, и наших мыслей, наших чувств, наших жизненных стратегий и так далее, и так далее. Он такой, как из него, как из вулкана извергается вся эта галиматья. Поэтому я всё время говорю про заботу о себе. Но заботу о себе это не должен делать себе всякие поблажечки, эгоизм всякий. А наоборот, забота с пониманием того, что наш несчастный мозг замучен вот всей этой бельбердой. И мы должны его холить, лилить. Пошли депрессивные мысли. Мы их так под... Ну секундочку, ну зачем ты так? Посмотри, есть хорошее, есть позитивное. Вот так, хорошо. Начали тревожиться. Спросим его. Ну куда это? Ну и что? Самое страшное, что случится? Ну вот самое страшное. Ну, вроде как, не похоже, что прямо самое страшное прямо сейчас присоедет. И так далее. То есть наша задача начать к себе относиться вот с такой, ну, благостью, что ли. Я не знаю, с такой сочувствующей заботой. Продолжение следует...